Почти три месяца продолжалась оборонительная фаза Сталинградского сражения. Она стоила многих жертв советским войскам. Но герои, стоявшие насмерть в руинах города и обессмертившие его имя, выиграли время. Пока они отстаивали развалины каждого дома, бились за комнаты, лестничные площадки, воронки и подвалы, Ставка Верховного Главнокомандования готовила наступление, в ходе которого предстояло покрыть сотни и сотни километров. Оставалось правильно выбрать момент для нанесения удара по взорвавшемуся врагу. Обозревая обстановку, сложившуюся глубокой осенью 1942 года, советские военачальники считали, что время для этого настало. Маршал Советского Союза Рокоссовский писал, Гитлеровское командование, как и в 1941 году, просчиталось, переоценив свои и недооценив силы Советского Союза. Наступил момент, когда Гитлеру и его военным советникам при здравой оценке ситуации следовало бы подумать о том, как выбраться из этого критического положения. В чем оно состояло? Группа армии «Б», действовавшая на Воронежском и Сталинградском направлениях, растянулась на 1300-километровом фронте. На 1 ноября в ней насчитывалось 82 дивизии и 4 бригады, которые давно исчерпал наступательный порыв, не могли больше продвигаться. Ударная группировка 6-й и 4-й танковой армии прочно завязли в Сталинграде. Группа армии «А» в составе 27 дивизий не могла преодолеть оборону советских войск на Кавказе. Она держала фронт почти в 1000 километров. Вермахт, поставивший перед собой в начале лета 1942 года честолюбивые цели, понес большие потери и был измотан в тяжелых боях с Красной Армией. Снабжение войск, разбросанных на фронте общей протяженностью в 2300 километров и одновременно ведших бои на Сталинградском, Туапсинском и Нальчинском направлениях, было затруднительным. Стратегический тыл был далеко, пропускная способность коммуникаций невелика, и они подвергались постоянным ударам партизан. Крупных резервов гитлеровское командование создать не могло. Сталинград поглощал все новые дивизии. Частые наступательные операции советских вооруженных сил против вражеских групп армии «Север» и «Центр» не дали возможности перебросить войска на юг. Как не беспредельны были претензии нацистского руководства, оно все так же не могло не считаться с очевидными фактами. Никакие понукания Гитлера не могли больше заставить немецкие войска идти вперед. Любая попытка продвижения натыкалась на отпор Красной Армии. После длительных колебаний Гитлер 14 октября 1942 года был вынужден отдать приказ о переходе к обороне, за исключением района Сталинграда, участка у Туапсе и Нальчика. Решение об обороне имело в виду создать предпосылки для нового наступления в 1943 году, которое уж теперь-то должно было привести к окончательному уничтожению советских вооруженных сил. Поэтому немецким войскам предписывалось во что бы то ни стало удерживать зимние позиции. Любой отход исключался, а в случае если какая-нибудь часть в результате операций советских войск будет отрезана, заранее приказывалось держаться в ожидании помощи. Жесткий приказ Гитлера был незамненно порожден воспоминаниями об избиении германских войск под Москвой минувшей зимой. Впрочем, на этот раз фюрер попытался успокоить немецких солдат с тревогой ожидавших прихода зимы. Сами русские, говорилось в приказе, в ходе последних боев были серьезно ослаблены и не смогут зимой 1942-1943 годов располагать такими же большими силами, какие имелись у них в прошлую зиму. В этом нацистское руководство просчиталось. Если немецкие войска и армии сателлитов были почти целиком введены в дело, то ставка Верховного Главнокомандования сумела создать большой стратегический резерв. К ноябрю 1942 года в нем было 25 дивизий, 13 танковых и мотопеханизированных корпусов, 7 отдельных стрелковых и танковых бригад. Имея в виду эти силы, можно было уверенно планировать операцию по разгрому вражеской группировки, вышедшей к Волге. Уже само очертание фронта германской группы армии Б подсказывало возможность окружения ее ударных сил, ведших бои в Сталинграде. На крайнем левом фланге группы армии к северу-западу от Воронежа действовала 2-я немецкая армия, занимавшая фронт 210 километров. Правее следующее 190 километров фронта занимала 2-я венгерская армия. К ней примыкал 180-километровый участок 8-й итальянской армии. Далее тянулись 170 километров оборонявшихся 3-й и румынской армии. 200 километров с небольшим в Сталинграде непосредственно севернее и южнее города были зоной операции немецких 6-й и 4-й танковых армий. 200 километров участка фронта, шедшего на юг, держали 7 румынских дивизий. Наконец еще одна немецкая дивизия контролировала последние 300 километров вплоть до войск группы армии Б, действовавших на Северном Кавказе. На Среднем Дону и южнее Сталинграда противник с октября приступил к строительству тактической зоны обороны в средней глубиной 5-8 километров. На километрах фронта было 3-4 дзота. Все населенные пункты готовились к круговой обороне. Шло оборудование пресловутых зимних позиций, на которых враг надеялся отсидеться. Положение по ту сторону фронта было в общих чертах известно советскому командованию. Анализ различных разведывательных данных давал возможность довольно точно вскрыть состав группы армии Б. Советскому главнокомандованию было хорошо известно, отмечал маршал Советского Союза Василевский, что в результате героической обороны наших войск в Междуречии Донной и Волге, основные и к тому же лучшие силы немецких войск Южного крыла фронта, 6-я и 4-я танковая армия, втянуты в затяжные и, как правило, безрезультативные для них бои на узком участке непосредственно в районе города. А фланги этой группировки прикрыты более слабыми во всех отношениях к тяготившимся войной румынскими войсками. Большая протяженность участков обороны румынских войск и отсутствие за ними резервов еще более усугубляли уязвимость здесь вражеских позиций. С сентября 1942 года, когда в Ставке созрел замысел нанести удар врагу, вопрос о стратегическом направлении сомнений не вызывал. Врага нужно было бить под Сталинградом. Разгром группы армии Б, имевшей свыше 1 миллиона человек, позволил бы советским вооруженным силам перейти в широкое наступление. Поражение под Сталинградом немедленно поставило бы в тяжелое положение группу армии А, находившуюся на Кавказе. Это привело бы к захвату стратегической инициативы и на всем советско-германском фронте. План предстоявшего наступления, закодированный под условным наименованием «Уран», предусматривал окружение ударной группировки врага, ведшей бои в Сталинграде. С севера предстояло наступать войскам Донского и вновь созданного на его правом фланге юго-западного фронтов. Глубина их операции намечалась в 120-140 километров. С юга удар наносил Сталинградский фронт, соединения которого до встречи с войсками, идущими с севера, должны были покрыть до 100 километров. На всю операцию по окружению отводилось 3-4 суток. Решающее значение при подготовке наступления имело скрытность сосредоточения войск. Было необходимо перебросить на исходные позиции массу боевой техники так, чтобы противник не догадался о намерениях советского командования. Эта сложнейшая задача была выполнена с блеском. Немецкая разведка так и не смогла предупредить о предстоявшем наступлении Красной Армии. От внимания врага ускользнули поражающие воображения воинские перевозки. В сентябре в район Сталинграда было подано 22 292 вагона, в октябре 33 236, в ноябре 41 461 вагон. Это еще не все. Некоторые части шли в районы сосредоточения в 300-400 километров походным порядком из Астрахани и Камышина. Ежедневно на прифронтовых дорогах было занято 27 тысяч автомашин. Особые трудности представляла переброска войск для Сталинградского фронта. С 1 по 19 ноября через реку, покрывшуюся льдом, было перевезено 160 тысяч солдат, 10 тысяч лошадей, 430 танков, 600 орудий, 14 тысяч автомашин, около 7 тысяч тонн боеприпасов. Войска нужно было надежно укрыть по большей части в заснеженных голых степях. Это была работа, требовавшая титанических усилий. Только ночные марши, неукоснительное соблюдение жестких требований и маскировки. И так продолжалось многие недели. К затерянным полустанкам подходили эшелоны, выгружались войска. Иной раз поезда останавливались прямо на линии. Колонны грузовиков следовали через степь с потушенными фарами. Меня в те дни мучил вопрос, вспоминал главный маршал артиллерии Воронов. Знало ли гитлеровское командование что-либо о нашем подготовке к наступлению? По всем данным нашей наземной и воздушной разведки, противник ни о чем не догадывался. Мы следили за врагом во все глаза. Наблюдение велось круглосуточно. Непрерывно работала звукометрическая разведка, которая выявляла вражеские артиллерийские и минометные батареи. С воздуха шло систематическое фотографирование расположения противника, особенно тех районов, где намечался прорыв его обороны. Генералы-артиллеристы часами просиживали за стереотрубами на наблюдательных пунктах. Успех операции «Уран» был возможен только при условии ее тщательного планирования и умелого руководства войсками. Первоначально переход в наступление планировался 9-10 ноября. Трудности в сосредоточении войск, перевозке боеприпасов и горюче-смазочных материалов заставили отсрочить начало операции «Уран» на 10 дней. Солдаты и офицеры дивизий, накапливающихся непосредственно за линией фронта, конечно, не могли не догадываться, что предстоит наступление. Однако с целью сохранения тайны об операции знал очень узкий круг людей – высшие командиры, которые на картах и макетах проигрывали сценарий грядущих боев. 17 ноября, пишет генерал Батов, командовавший 65-й армией, было решено созвать командный состав на проигрыш операции. Мы собрались близ берега Дона на скате Дружилинских высот. Над головами трепетали под порывами холодного ветра раскинутые саперами маскировочные сети. Вокруг макета были открыты щели с легкими перекрытиями на случай огневого налета. В 50-60 метрах стояли оптические приборы, у которых работали наблюдатели. Это было очень удобно. Каждого командира можно подвезти от макета к стереотрубе, увидеть свое направление и рубежи, которые должны быть достигнуты к определенному сроку. Войска Юго-Западного и Донского фронтов получили приказ о наступлении в ночь с 18 на 19 ноября, Сталинградского в ночь с 19 на 20 ноября. Разница в сроке выступления фронтов на одни сутки была вызвана тем, что армиям, наступавшим с севера, предстояло пройти больший путь. До района примерного соединения со Сталинградским фронтом. Но даже в последние часы перед наступлением принимались самые тщательные меры для достижения внезапности. В частях 5-й танковой армии, например, в 16 часов 17 минут 18 ноября была получена условная телеграмма. Она означала начало атаки пехоты 19 ноября 1942 года в 8.50.